В конце минувшего лета наша съемочная команда побывала в том самом месте, где дворяне блудили с чертями. Не подумайте, что я произнес какую-то метафору. Нет. Я выразился, что ни на есть прямо. Именно дворяне именно блудили именно с чертями. В середине 18 века усадьба Кускова стала тем, что сегодня мы называем казино или Диснейленд. Только в Кусково все было представлено в одном флаконе и разврат и веселье. Сегодня, два с половиной века спустя, люди настолько сильно развили индустрию развлечений, что средневековые тайнушки нам кажутся не просто смешными, а даже нелепыми. Ну, давайте нырнем в эту клоаку средневекового разврата. Итак, середина 18 века. Тоска зеленая. Нормальному извращенцу царских или дворянских немецких кровей отдохнуть негде. Себя ненаглядного показать негде, а очень хочется, да чтобы не запачкаться. Точно так же, как в наши дни губернаторы и члены правительства пускаются во все тяжкие в европейских борделях. А возвращаясь в Россию, снова становятся белыми и пушистыми. Липовая оранжерея. А это липо? Липо, конечно. Наверное, самый большой дуб в Москве. Серьезное сооружение. Это больше, чем в Коломенском. В диаметре, наверное, метр сорок. Самый большой дуб, который я только видел в Москве. Не знаю, сколько ему лет, но вообще выглядит очень колоссально. Могу предположить, что, допустим, на лет 200, наверное. Сюда поднимали на лифте Екатерину бриллиантов и в платье, и потом спускали. Это считается отличиемой у тех лет. После того, как вымышленный персонаж Петр I прорубил вымышленное окно в Европу, оттуда надуло и принесло европейский вирус безумство. Принялись бороды рубить, в платье рядиться и гомосятину по дворам разводить. Оголтелые либералы столицу российского государства перенесли туда, где им самим находиться было противно, но зато поближе к тому самому окну, из которого дуло, воняло и вирусы заразные пролазили. Трудились вахтовики немецкие, как наши министры. Все делили пополам. Себе вершки и корешки, а народу остатки. Они же, как говорится, сладкие. Тяжелая работа немцам-дворянам такую тоску нагоняла, что они мечтали хотя бы на недельку стать простолюдинами. Вот эти шпалеры видели Екатерину и зеркала. Но не подумайте, никто из них не хотел ни пахать, ни сеять. Здесь японцы привидения вычисляли. Японцы видели привидения? Так, ищем привидения. Вот здесь. Дворяне с тоски желали крепкого мужицкого разврата. Им казалось, что на печке да в сене это случается как-то иначе, чем на перинах да в кружевах. Если сейчас притоном для озабоченных госслужащих является Европа или Америка, то тогда такое местечко подыскали в родных пенатах, далеко аж за Москвой. Среди своих местечко получило название имение графов Шереметьевых. Это он построил этот дворец. Пятышев. Масонские часы рядом. Масонские знаки на этом подлете есть. Пойдемте посмотрим. Масонские знаки. С одной стрелкой. Да, вижу. И знак рукой, что он имеет статус. Это сейчас неучи всерьез верят, что такие графы реально существовали. А в 18 веке немцы были настоящими татарскими азиатскими немцами, и на их языке слово Шеремет или Керемет означало и обозначает и сейчас злого духа, аналогичного русскому Кащею, окрашенным мексиканским клопом. Напомню. То, что мы называем немцами, это все азиаты. К Германии они никакого отношения не имели. Татарствовали понемногу, да кровь портили цивилизованным народам. А это кровать королевы только 14-го королевы. Чисто декоративная кровать. Так вот. У всех этих немцев культ Шеремета один и тот же. Умарицев, Удмуртов, Чуваший, Эрзян, Макшан, татар, киргизов, алтайцев, телеутов, арабов и мусульман. Керемет Шеремет – это дух, святой для них и злой для нас, русских. Вот так оказывается. Немецкий Шеремет – это родной русский Кощей, царь того света. А на Руси Кощая ласково звали Коська, Кузька, Кузька и тому подобное. Помните? Кузькина мать. Отсюда и появилось название Кускова, то есть Кащеева. Немецкая усадьба Шереметьево стала русской усадьбой Кускова, что немцу Шеремет, то русскому Кощей. Прямо целиком бери, видишь, там перспективы, их уже нет, осталось только треть парка. Из-за того, что построили пятиэтажки? Осталось только треть парка. А ты знаешь, что здесь нету света, вообще электричества? Икон нету в доме, Андрей, нету в доме икон. Икон нету света. Церковь вынесена из дома. В этом доме нет ни одной иконы. Даже церковь вынесена за пределы. Комната Екатерины? Да. Она на диване сидела. И тут зеркало, чтобы она на себя могла смотреть. Но здесь была Екатерина и Шереметьев, а все остальные гости там. Между стен можно было ходить. Теперь давайте рассмотрим структуру усадьбы. Почему она являлась прототипом казино? В Кусково есть дворец Кощея и парк с павильонами. Среди них павильон Грот, который представляет собой тот самый портал, через который мессия проходит на тот свет. Тем светом является другой павильон. Он называется Американская оранжерея. Это библейский Эдем, где растут оранжевые, то есть райские деревья. Напомню, название Америка происходит от слова Амера, еврейского обозначения рая. Интересно, что всю эту библейскую халиматью соорудил так называемый крепостной архитектор Федор Аргунов. Его фамилия обозначает аргонавтов, которые плыли в Аргентину за аргентумом, то есть серебром. Это чисто мифологическая фамилия. Аргунов – обычная библейская выдумка. Как и то, что он был крепостным, да еще и архитектором. Нет ни одной иконы. А с чего мы должны верить, что православие в 19 веке существовало? Когда руководители государства, все первые лица даже в голову себе не брали существование икон и не собирались ими украшать свои покои. Следующий павильон – Эрмитаж. Его название происходит от латинизированного обозначения Шеремет, то есть Эрмитаж – это священная усыпальница злого духа Шеремета. А сам этот злой дух Шеремет в жизни был прекрасным царем Эриком и только после смерти стал злым духом Кереметом или Кащеем. При жизни дух обитал в райской стране Италии, а после смерти стал существовать в адской стране Голландии. Здесь, в Кусково, есть и итальянский домик, и голландский домик. Специфика изготовления колонн могла быть и такой, когда из дерева вырезали саму колонну, из досока ее складывали, потом покрывали штукатуркой, ровняли, красили и делали из нее вид каменный, с трещинами, с различной фактурой. Так что надо смотреть, что там внутри колонн греческих. Когда Мессий Шеремет перебрался на тот свет, это стало его спасением. В честь этого события в Кусково поставлена церковь Спаса Всемилостивого. Вот такой получается чудесная сказка усадьбы Кускова. Царь Эрик или Рюрик жил-нетужил в волшебной Италии. Затем он умер. Его тело осталось на этой стороне, то есть на кладбище, в павильоне Эрмитаж. А душа отправилась в путешествие на тот свет. Она прошла через павильон Грот и оказалась на том свете, то есть в павильоне Американская Оранжерея. И там и осталось существовать, в голландском домике. Умерев, Эрик Рюрик превратился в Кащея. И вся усадьба получила его имя – Кусково. И во всей этой мифической истории есть та самая вишенка на торте, которая придает сказке особую пикантность. Русские волшебные сказки о Кащеевом царстве рассказывают следующее. Люди там все каменные, а само царство – окаменелые. Только окаменелые люди эти сделаны не из камня, а из керамики, из глины. Само название керамики происходит от обозначения злого духа Керемета. Эти керамические люди являются подданными царя Керемета Кащея. Вы знаете их – это и Адам, которого Библия слепила из глины, то есть Адам был керамическим, кереметским. Это и керамическая кереметская китайская армия, которую откопали в одной из синетических пустынь. А здесь, в Кусково, есть свое керамическое царство – музей керамики. Вот она – вишенка. Несколько лет я потратил на разгадывание названия государства Китай и связанных с этим терминов. И вот сегодня, только утром, когда мы ехали сюда, в усадьбу Кускова, меня осенило, что все эти термины связаны между собой через термин «кит». И вот я долго думал, а почему «кит», «кот», «кит», «кот»? У кита те же самые усы, что у кота. Уса – это животные. Их назвали одинаково по признаку усов. И вот эти усы, они являются обозначением тех самых условных тростиночек, ребер, которые потом ложатся в этимологию слова «китай» – это как загородка какая-то. Ну и в результате кощей, когда человек, который костлявый, одни кости. Та же самая загородка. Мяса нет, а загородка – одна из костей. Так вот, Кускова, почему здесь не были никакие императоры почти, почему здесь была только Екатерина? Почему здесь не были никакие первые лица? Потому что это этимология ада на земле, это вотчина Кощея. Куска – это Кощей по-русски. И здесь все сделано как раз в его честь. Здесь и масоны, и ни одной иконы. Здесь, ну можно сказать, что масоны сделали свои храмы. Вот, кстати, подсказывает сурдопереводчик, сверху каркает, либо недоволен чем-то, как бы не нагадил сверху, либо аплодирует так. Ну, ворон, кстати, символ Кощея, и во всех мифах он присутствует как раз тоже при переходе реки Смерти туда-сюда. Так вот, мы находимся в усадьбе Кускова, которая по русскому языку называется усадьбой Кощеева. Он нас задолбал уже. Это первый ворон, который сегодня каркает за весь день и так навязчиво. В этой усадьбе Кускова вся символика Кощеева. Поэтому здесь в залах не было свечей, здесь в залах не было электричества. Сюда приезжали люди из разных городов, высокопоставленные, потусить. И здесь в виде собачек, как нам сказала музейный работник, в виде собачек здесь было модно разводить китайцев, которые здесь так этими собачками и служили. Вот откуда пошла ситуация с Китаем и с китайцами, приведшая к тому, что до середины 20 века китайцы по всей Европе находились в зоопарках человеческих. Эта мода пошла еще в 19 веке и даже захватила 18 век. И вот откуда берут свои корни многочисленные татарские, княжеские и дворянские рода, которых сегодня очень много расплодилось на русской территории. Привозили китайцев с гаплогруппами Н и делали из них так называемых финно-укров, когда смешивали с европеоидным элементом наших территорий или хотя бы с немцами, которые как раз здесь и тусили. Как в Кусково дворяне и царице предавались разврату, рассматривать не будем. Неинтересно это. В 18 веке даже индустрия секс-развлечений была чудовищно примитивной. Царица скидывала с себя платье и сушила его около печки, восседая на диванчике, в панталонах и корсете. В этом и заключался масштабный разврат. Были, а еще что? А завтра Ира. Карты, бильярд. Первые бильярды из Англии в Россию привезли Шереметьеву, он стоит там, его сегодня не видно. Первый бильярд. Карты, животные китайские. Вот эти китайчата. Китайчата. Китайчата из развлечений. Вот эта музыкальная шкатулка. Музыкальная шкатулка. На 8 мелодий. Ну типа компьютеры. Воздушный театр. И вот этот театр. А воздушный театр это что такое? Да, там вот представления были. И вот в закрытом театре. Там открытый театр вот за этими. Вот там павлины развлечения. Павлины живые. Американские. Лимоны тоже развлечения. Да, да, развлечения. А вот о той, другой стороне, о том свете, который в Кусково представлен музеем керамики, поговорим особенно. Эта часть экспозиции до сих пор остается тайной. В музее керамики снимать нельзя. Мне удалось сделать несколько кадров, после чего подбежал служитель и вежливо настоял на своем. Хотя, скажу честно, там и снимать-то нечего. Все это интересно, но очень старо. Что они делали? Они, в связи с тем, что они открыли императорский фалфоровый завод, они научились у итальянцев делать вот эти вот обманки. Это итальянское развлечение. А, вот на блюде. Да, да, обманка это называется. И вот они ставили обманку эту там, и ты как бы там тыкал ложкой, и все смеялись вот так вот. Муха, вот они, они же, ну, они притащили эту муху в пиве. Знаешь, да, в пиве муха? Вокруг этого собирался стол. Если бы это было просто, ну, вокруг вот этих вот ерундиды вот этой. И делали они маленькие ягодки и маленькие бисквиты. Тоже из фарфора ставили тебе их, чтобы ты как бы зуб свой сломал. Вот, ха-ха. Это было развлечение. Зовут его Шеремет. Зато можно снимать Кащеево дворянство. Это целые стены картин, на которых изображены какие-то немцы. Безусы и безбородые, чудовищной страшноты азиаты. Именно они являются той самой окаменелой армией Кащея. Бессмысленно смотрят со своих икон на посетителей и пугают их. Ни одного русского лица я здесь не вижу. Ну, даже затрудняешься сказать, кто это. Араси. Ну, вот эту девушку вы видите сами. И вот этот вот негр в белом парике. Конечно, точно цвет русского дворянства. Эти, фиг их знает, эти какие-то неодертальцы. Вот этот вот, кстати, мужик очень сильно похож на такого типичного неодертальца. Их сейчас много во Франции, в Южной Италии. Это неплохо, нехорошо. Это просто свой такой тип именно Тренейского полуострова. И вовсе никакой не северной страны. С ни одного русского лица. Не знаю, что это за перец. Честно говоря, даже знать не хочу. И вот эта вот девушка тоже на русскую не похожа ничем. Вот этот вот носик, конечно, это замечательный. Конечно, такой орлиный. Очень. Но это чисто русский тип. Здесь вот все русаки. Картошки, да. Только вот непонятно. Самое интересное здесь во всех лесоках вот этой серии, я думаю, что все видят, очень похоже, что люди нарисованы в карикатурном плане. Вот эти все ребята нарисованы в карикатурном плане. Это когда, например, рисовали сказку про Мюнхгаузена, то вот эти гипертрофированные носы, подбородки, конечности, они рисовали именно вот в такой форме. Поэтому здесь непонятно, то ли художник дурил и рисовал хрен знает что, мягко говоря, либо вот эти люди, которые считали себя цветом какой-то нации, на самом деле являлись теми самыми карикатурными героями, которых эффиксировали художники. В следующей серии портретов здесь ужас становится неописуемым. Вот мы видим белую даму с азиатским эпикантусом. Явно ее родители баловались теми собачками, которых до этого называли китайцами. Прямо все это налицо. И вот юноша не то что с ушами собачьими, но еще с эпикантусом с тем же. Может быть, это немцы. Я не знаю. Но сегодняшние немцы, которые сегодня мы видим, даже берем эту страшненькую фрау Меркель. Она по сравнению с ними со всеми неописуемая красавица. Включает в свой чемоданный низ и мужскую фигуру. Что это за персонажи? Как они оказались на Руси? Вообще непонятно. У нас отродясь таких товарищей в товарищах не числилось. Возьми любую крестьянку из любого города. Она в миллиард раз симпатичнее, чем вот эти чудовища. Ну и рожи, да? Ужас вообще. Это глянская принцесса королевы. Тут даже читать неинтересно, кто это, потому что явно какой-то уродцем. Мы как будто в кутскамере. Обратим внимание на изображение китаянки. Как нам рассказали служители музея, китайцы в те времена считались домашними животными. А вот эта китаянка оказалась особенной. С ней поступили так же, как сегодня в Европе или в США поступают с особенно полюбившимися домашними питомцами. Женятся на кошках или собаках. Вот и ей дали знатного мужа, и от них потом пошли все татарские дворяне. Очень важно то, что здесь не было места, где они бы спали. То есть люди приезжали сюда не спать, а тусить. А если уж кто-то сломался, то вот там какая-то изба, иди и там пять минут пошли. Шатер, который с собой привез. Каждый приезжал со своим шикарно расшитым шатром. Этот шатер можно было разбить вот здесь с забором. Один из шатров сохранился, но его нельзя поставить, потому что он рассыпется просто от времени. Были шатры не военные, а шикарные, расшитые царские шатры. А они на них спали. То есть визиты могли проходить только в летнее время. То есть получается здесь такая ситуация, если мы вернемся туда, что люди приезжали сюда, окунуться в какую-то потустороннюю, такую шаманскую реальность, как мы сегодня в кино. Новую религию, масонство. Да, новая религия. Двинуть науки. Наука, да. Лимоны новые, которые никто не видел никогда. Лимоны, конечно. И запах это, да. А и алтимия, да. Послушать музыкальные автоматы. Которые тоже раньше. Моднейшие пластинки. Моднейшие пластины. И вот начало это все 18 века, да? Это широкий шаг европейской культуры на территорию России через эти семьи. Естественно. А у товарищей-то с черными фейсами, чьи рисунки-то, так называемые немцы, они сами-то кто вообще? Потому что они на русских-то не похожи, ну просто ничем. Расовый тик совершенно чудо. Нет, на картину, может быть, темный изолака, он темнее, да? Нет, нет, нет. Нет, у них у самих такие... Темные глаза. Азиатские усы, эпикантусы, да. Они больше похожи на каких-то людей, которые с низовью Волги. Вот когда говорят, например, екатерининские немцы, вот скорее похоже, что вот они... Приходили странники и говорили, Петра-то подменили и смотрели на меня так странно. А вот мы знаем, что Петра-то подменили. Это еще приходили? Я работаю здесь, да, и ко мне подходят иногда странного вида люди. Я не могу сказать, что они... Так здесь что получается? У нас еще из прошлого люди приходят еще, которые до сих пор не успокоятся. То есть хронотуристы? Хронотуристы, да? Нет, ну вот приходят люди очень странного типа, но не сумасшедшие. Да, 300 лет они не успокоятся. Странненькие такие люди, странненькие, но не сумасшедшие. Говорят, и Петра. Один ко мне подменили. А Петра-то подменили. Он из Англии-то не вернулся. А вернулся-то еврей. Как его зовут? Исаакий. Исаакий. Исаакийский собор откуда? А, Исаакийский, да. Я так смотрю, я говорю, вы знаете, я ничего не знаю, я не буду спорить. Нам историки говорят, что это наши высокие предки, наши правители. Чушь. Эти лица созданы для Хэллоуина, чтобы ими пугать не только младенцев, но и взрослых мужей, повидавших в своей жизни много чего страшного. А Русь, она красавица. Ни одна одомашненная китаянка, ни один просочившийся в русские земли немец даже рядом не стояли с этой красотой. Я не смотрю. Ну, типа подкова, да? Я не знаю, что это такое. Это какая-то подвеска. Это, скорее всего, гривна. Очень похоже на гривну. Дело в том, что гривна считалась самой крупной монетой, самой дорогой частью украшения женщины. Гривна, она всегда... Не, ну не в таком же виде она была. Как символ богатства. Отсюда пошло сравнение с подковой. Кусково – обалденное место. Я советую всем найти время для посещения этого места, чтобы вы получите массу удовольствия и массу различных впечатлений. Здесь вас встретят масонские различные ритуальные вещи. Все это место, оно как бы и напоминает полностью целиком Америку. Вы как бы показываетесь на том свете, Америка и воспринималась всегда как новый света, в котором все разрешено. Туда ехали проходимцы преступники, различные авантюристы туда ехали, в Америку. И, естественно, они все понимали, что там у них будет благодать, в том числе и по закону. Вот здесь такое же место. Если учесть, что даже королева сама здесь снимала платье, в пантаонах сидела посреди мужиков, якобы сушилась, то это было до того времени ну таким как бы махровым стриптизом. Она показывала всем своим поклонникам, что вот какая она крутая, она перед ними может быть даже подстанет пощакалять. Ну и ребята здесь, видимо, зажигали, смотрели диковинных птиц, друг другу подкладывали фарфоровую еду, чтобы ломали челюсти и зубы. Это было очень смешно. Смотрели диковинные растения типа лимона, который никто не видел раньше. Тоже это все было в американской оранжерее. Сюда приезжали оторваться. Это было своего рода казино 18 века, начало 18 века. Такое казино Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. 18 века. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»